добрый день дорогие друзья сегодня у нас на обзоре аптечка выживания я про нее не забыл как многие думали также сама я не забыл и про рецепт антисептиков ребята просто иногда нету времени в этой жизни занимаюсь не только youtube как только появилось время вот сразу беру снимаю и так бокс пластиковый 1 2 3 4 и петля 4 замка и петля принципе тара может быть любая аптечки может быть больше коробочка опять же водонепроницаемая такая же может быть такой подсумок может быть больше вот такой подсумок вообще громадный да то есть смотря куда вы собрались для чего вам она нужна вы выбираете себе там у меня набор на несколько дней поэтому аптечка у меня небольшая закрывается очень плотно в коробочке есть резиночка гидрозащиты начнем с того что у нас есть здесь несколько салфеточек до таких небольших точнее как не называется сейчас вспомню у жены я спер давно давно еще когда-то ватные диски вот ватные диски до ушные палочки опять же можно там помазать ранку и так далее сюда дети у меня пользуются и жена пользуется поэтому когда вы с ванной выходите вы тоже себе на муж уши прощищаете до такой штукой поэтому удобная универсальная штука в таком пакетике чтобы не рассыпалась вот это номер один давайте тогда будет второе зеркальце в данном случае у меня сигнальная здесь еще пленочка наклеена я им еще даже ни разу не пользовался есть небольшой компас для чего в аптечке зеркало ребята если вы сами то вы можете закнать себе глаз какую-то там песчинку не знаю там кто-то бревно может загнать себя в глаз да были у меня ситуации когда на лету я ехал на велосипеде залетала с такой скоростью не знаю даже что то ли то ли то ли муха я так и не понял что там было но я потом минут пять ничего не видел там слезы и все такое то есть я потом ехать не мог я домой еле добрел там еле вытащил ее то есть не имеющий зеркальца это может быть проблемкой смартфон с камерой ну некоторые как вариант ну а если смартфон там у вас сел там не знаю сломался ну надеяться на смартфон я уже не раз говорил там где есть аккумулятор ребята к сожалению наше время я бы надеяться не советовал все что без аккумулятора да все что с аккумулятором это все может поломаться заглючить не сработать но это такие вещи которые как бы вы должны это все сами понимать итак номер два зеркальце обязательная штука опять же им же но это зеркальце сигнальное им же можно подать сигнал но функционал у него гораздо шире кровоостанавливающий жгут это естественно нужно в каждой аптечке тоже универсальная штука в данном случае у меня такой большой вариант но пережать им можно даже очень просто шприц особо в этой печки набирать им нечего он мне интересует больше как небольшая тара можно там закапать глазами если иголку снять да можно намешать что-то там опять же здесь есть иголка тоже очень хорошая штука и правильная в наборе ею можно расковырять ту же заново там пробить одежду пробить обувь затянуть нитку то есть иголка нужно где можно нагреть опять же то есть что стальная иголка котораяGO jonK кстати ведется если кто пробовал иголка шприцах гнется она не лопнет она согнется если аккуратненько согнуть то есть может быть еще как крючок использовано шприц тоже должен пригодиться опять же если у вас даже препарата нет может быть где-то что-то можно будет там купить или у кого-то что-то найдется, которое можно будет вколоть кому-то. То есть, можно, в принципе, использовать еще и как шприц по прямому назначению. Итак, шприц. Далее пинцет. Опять же, те же занозы в полевых условиях. Все, что угодно. Это очень хорошая штука и полезная. Пинцет должен быть. Я так считаю. По крайней мере, в моем наборе. Дальше. Перекись. В данном случае она у нас идет в виде спрея. Очень хорошая штука. Очень правильное решение, потому что, ребята, конечно, хорошо бы положить сюда обычный йод. Да. Но, что вам хочу сказать? Во-первых, тара, в которую он идет, она очень громоздкая, тяжелая. Она занимает почти всю аптечку. Это лишнее. Даже, если можно будет найти тару, а тару найти сейчас очень просто, возьмите любой пробник с поддухов у вашей бабушки, мамы, жены, сестры и так далее. Они очень маленькие, тоненькие. Они такие, как кампулки, идут. Не вопрос. Можно туда налить, там есть пробочка. Но вот эта фигня, она, как и зеленкая, очень летучая. Особенно йод. Зеленка еще там куда не шла. Не раз у меня уже в автомобильной аптечке было такое, что и все сумки, и все рюкзаки были просто коричневого цвета. Как только он нагревается, его не спасает никакая ни крышка, ни пробка. Он просто тупо все красит вокруг. Поэтому йод я не беру. Но правильно, в принципе, в аптечке иметь, конечно, йод. Я обхожусь перекисью. Опять же, у меня такая аптечка, как бы, ну, не очень серьезная на пару дней, поэтому, как бы, тут самое-самое такое необходимое. Это, что касается жидкостей, да. По таблеткам идем. Парацетамол. Универсальная штука. Тоже всем рекомендую. Начиная от понижения жара, да, температуры и заканчивая, она там может сделать кровь более жидкой. То есть, от многих вещей она помогает. Поэтому у меня их много. У меня целая пачка. Далее идет норофен. Обезболивающее. Это понятно. Ливомицетин. Это диарея и так далее. То есть, утрественные, как бы, позиции. Ну, и вместо активного угля я советую вам брать сорбекс. Это гораздо сильнее. Очень концентрированная штучка. Тоже выводит все шлаки с организма в случае отравления. То есть, если вы отравились не сильно, можно принимать сорбекс. Может помочь, да. Если уже вы травнулись, будь здоров. То ливомицетин. Ну, по сути, это какой-то там местный антибиотик, который убивает все. В том числе, как бы, и печень. Поэтому его желательно принимать уже в самом крайнем случае. Ну, штука очень, ну, такая, ядреная, конечно. И далее идет у меня такая вот иголочка. Это профессиональная хирургическая иголка с ниткой для того, чтобы зашить рану. Не знаю, буду ли когда-то воспользоваться или нет, но при очень большой беде, как говорится, куда вы денетесь, куда я денусь. Если там, не дай бог, что-то с ребенком там, или даже, ну, придется. Там где-то кто-то бровь рассек. Ну, если кровь будет хлыстать, то куда деться? Придется шить. За иголку, я уже сказал, это очень многофункциональное изделие, точно так же, как и нитка. Это вам не шнурки, это вам какие-то затяжки, и, опять же, это может помочь в медицинских целях. Поэтому, ну, она у меня есть, я ее ношу, как бы, вам ее покупать, как бы, я не рекомендую, потому что, во-первых, она очень дорогая, довольно дорого стоит. Это штука для профессионального использования. Далее идут у нас по самому низу обычные пластырьки, да, самые-самые, я думаю, все про них знаете. И такой вот небольшой мультитул. Что у нас здесь? Есть у нас небольшие кусачки, можно ногти срезать. Закрываем. Есть небольшой ножик, небольшие ножнички. Вот так вот ножнички открываются. Очень удобно. Так, ножик у нас с обратной стороны. А тут еще, кроме ножика, есть и пилочка даже. То есть, по сути, это маникюрный набор, но ножик, я его подточил, он режет хорошо. Пилочки есть небольшие. То есть, так по мелочи, даже в тех же медицинских целях, эту штуку можно использовать. К тому же, это брелок. Его можно вытащить с аптечки, подцепить на ключи, на пояс. Здесь есть у нас такое вот ушко. В принципе, все. Есть у меня небольшая для аптечки обновка. Нашу вот такие вот интересные антисептики. На спиртовой основе, но они гелевые. Я их сейчас тоже сюда покладу. Ну, с запахом ромашки. То есть, можно просто руки помыть, а можно убить вирус. То есть, в крайнем случае, ими можно воспользоваться. Удобная штука. Еще раз вам хочу сказать, что каждый формирует аптечку по себе. Может, у кого-то какие-то болячки есть. У кого-то там проблемы с желудком. У кого-то проблемы с давлением, может быть. То, пожалуйста, уже ложите в аптечку все, что вам нужно. Я для себя вот определил по камне такую. Когда-то она у меня была гораздо больше. В какое-то время она у меня была еще меньше. То есть, я постоянно перекладываю. Там где-то раз в месяц, раз в два месяца я сюда. Что-то докладываю, что-то убираю. Вот сейчас положу сюда еще два антисептика. Удобная маленькая легкая штучка как раз сюда влезет. Ну, ребята, пишите, комментируйте. Такие у меня дела, такие вот у меня аптечки. Всего доброго, до свидания. До скорых встреч.